Всем привет! Это канал Тостер. Здесь все самое интересное о домашней технике. И это видео мы решили сделать о холодильнике, потому что это очень необычная модель. Начну с того, что это большой встраиваемый холодильник. И для тех, кто реально задумывается не просто о какой-то там кухне, а о дизайн решении на кухне, встройка очень подходящий вариант. Холодильник же убирается в мебельный профиль, а это дает больше творческого простора для создания крутого дизайн-проекта. Но это не все, и даже, на мой взгляд, не самое главное. Дело в том, что с большим встраиваемым холодильником какая всегда была проблема? Мебельная ниша, в которую холодильник встраивается, обычно нужна высотой около 178 сантиметров. Но в этом случае всегда остается пустое место над холодильником, вот до верхней панели шкафа. И, как правило, оно закрывается этой же общей дверью шкафа, в котором установлен холодильник. Ну и там, в этом пространстве, конечно, можно на холодильнике что-то хранить, но это и не эстетично, и не особо удобно, потому что высоко. Что придумали в Либхер? Немцы сделали специальную холодильно-морозильную комбинацию. Здесь вместительное морозильное отделение, а здесь большое холодильное. И за счет того, что это именно отдельные зоны, а не части одного устройства, полезный объем увеличился до 290 литров. 73 литра морозилка и 217 холодильное отделение. То есть, по сути, владелец получил лишнюю полку в холодильнике, что, согласитесь, приятно. К тому же, высота всего этого решения около двух метров, что сильно сокращает и практически совсем нивелирует это вот расстояние до верха шкафа, с которым вечно нужно что-то делать. Так что подумайте о таком решении, если создаете себе новую кухню. Мороки с установкой получаются меньше и больше места для продуктов. А дальше расскажу о том, какие еще технологии уже непосредственно для хранения продуктов здесь есть. Это тоже очень интересно. Компрессор. Ну, без него вообще никакие продукты никак в холодильнике не сохранятся, потому что хода внутри не будет. Так вот тут компрессора два. У каждого отделения свой. Что это дает? Ну, правильно, это независимость. Уезжаете в отпуск, убрали все из холодильного отделения и отключили его, чтобы электричество не тратилось зря. Ну, решение, да, не супер новое, но действенное и работающее. Это самое главное. Морозилку тоже, если надо, можно отдельно отключить. Ну и плюс, получается, что это отдельные контуры охлаждения. Морозилка и холодильное отделение. Значит, никакого смешения запахов, никакого слишком холодного воздуха в холодильном отделении и вообще всегда точное поддержание температуры в обоих отделениях. Дальше. Ну, давайте прямо по порядку. Внутреннее пространство. Вот чем мне нравятся холодильники Липхер, их когда открываешь, внутри все довольно строго, без каких-то ненужных излишеств. Но при этом очень вариативно и продуманно всегда. Основные полки стеклянные, выдерживает каждая до 30 килограммов. Здесь закаленное стекло. Окантовка из нержавеющей стали, такая очень приятная. Взгляду мелочь, вроде без нее бы все, ну, не так круто смотрелось. Дальше двигаемся вниз по холодильному отделению. Это BioCool. Специальная зона с регулировкой влажности для хранения овощей и фруктов. При правильной влажности продукты хранятся дольше. Фрукты и овощи обычно любят влажность повыше. А если будете хранить какие-то другие продукты, деликатесы какие-то мясные, ну, или что-то еще, то можно уменьшить влажность. Кстати, этот бокс, он еще и на роликах. Но это дополнительное удобство, с ним легко работать. В морозилке мы уже до нее добрались. Посмотрите на контейнеры. Вот вроде обычные, но не совсем. У них специальное высокое исполнение и минимум зазоров между друг другом и между стенками морозилки. Все это, между прочим, минимизирует попадание теплого воздуха внутрь. И от этого и продуктам хорошо, и вам с холодильником. Потому что компрессор работает менее интенсивно, меньше изнашивается и меньше тратится электроэнергии. И еще одна интересная технология здесь. Охлаждающий контур установили по всему периметру стенок морозилки. Он ее, скажем так, опоясывает. Поэтому температура распределяется равномерно. Но замораживание происходит быстрее. И к тому же на внутренних стенках морозилки и на самих продуктах образуется гораздо меньше инея. Значит, морозилку нужно реже размораживать. Да и быстрее это происходит. Но да, тут для увеличения объема и вместимости не стали делать ноу-фрост авторазмораживание. Оставили ручное. Но значительно его облегчили и упростили. Но, кстати, если хочется, можно внести изменения вот в эту холодильно-морозильную комбинацию и заказать более продвинутую морозилку с ноу-фростом и даже более премиальное, скажем так, холодильное отделение. Это, в общем, все основные вещи, которые хотелось рассказать об этом холодильнике. Ах, да, чуть не забыл про управление. Оно электронное, простое и понятное. То есть можно точно контролировать температуру в отделениях. Плюс есть возможность активировать суперохлаждение или суперзамораживание в морозилке, если, например, привезли из супермаркета много новых продуктов. И эти режимы, они с автоотключением, чтобы холодильник через некоторое время сам вернулся к обычному режиму работы. Вот такой большой встраиваемый холодильник Липхер. Напомню, он позволяет качественно хранить много продуктов и, к тому же, решается вот этот вечный вопрос лишнего пространства над встраиваемым холодильником. Это канал Тостер. У нас все самое интересное о домашней технике. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями этим видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok